здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами юрий егорудин и сегодня я хочу провести один как мне кажется тоже очень интересный опыт интересен он тем что в качестве корневого стимулятора предварительно буду вымачивать черенки в течение 12 часов я буду использовать ростки из картофеля по ютубу уже давно гуляют байки о прекрасном чудодейственном укоренении черенков винограда но и не только винограда именно в картофеле я проводил такой эксперимент результат абсолютный ноль причем не только плохое укоренение вообще нет никакого укоренения и даже наоборот черенки в картофеле просто законсервировались но youtube упорно не хочет сдаваться народные умельцы продолжают работать и на этот раз они придумали вот такой корневой стимулятор берется картофель проращивается обламываются ростки картофеля затем они измельчаются и заливаются водой настаивается эта масса около 7 часов затем отцеживается и вот уже в этой отцеженной воде я и буду вымачивать течение 12 часов свои черенки для того чтобы опыт был более менее корректным я буду вымачивать свои черенки во первых в чистой колодезной воде то есть без всякого стимулятора и кроме того еще часть черенков будет вымочена в водном растворе корневина дело в том что в чистой воде и в растворе корневина я уже знаю какие будут результаты но приблизительно и поэтому если наш корневой стимулятор на основе ростков картофеля сработает то у нас будет с чем сравнить и вот уже прошел целый месяц вернее даже целый месяц и семь дней и перед вами мои уже укорененные черенки единственное у меня произошла небольшая накладка и перед вами не те черенки из первой половины ролика а другие но точно также подготовлены и установлены на укоренение а черенки из первой части опыта у меня просто участвует в другом более расширенном опыте и давайте сразу обзор в каждом из контейнеров есть корни но так как там по 6 черенков то пока что не понятно насколько хорошо и сколько там укоренилось черенков по зеленым побегам только вот в этом контейнере там где вымачивались в корневине один черенок не дал ни одного зеленого побега но и скорее всего что уже и не даст эти контейнера стояли немножко в затененном месте поэтому вот такие вытянутые уже длинные побеги мы смотрим все-таки на укоренение как повлиял стимулятор корнеобразования на основе ростков картофеля хотя по какой-то причине побеги в контейнере черенки которые были вымочены вот в ростках картофеля нижняя часть недостаточно такие хорошего роста ну немножко покороче они и немножко поменьше но возможно это связано с самими черенками и сейчас я извлекаю эти черенки и пересчитаю что же там все-таки с корнями как укоренились насколько хорошо укоренились какой частью укоренились извлек я черенки кстати субстрат которым я укоренял был кокосовый торф следующая температура пятки где-то было двадцать четыре градуса по времени я уже вам сказал что один месяц и одна неделя то есть черенки эти все передержанные уже их нужно было пересаживать в грунт еще три недели назад а может быть еще и раньше но теперь непосредственно то что нас больше всего интересовало именно само укоренение и как и ожидалось самый лучший результат как по скорости появления корней так по их количеству показали все-таки черенки которые были предварительно вымоченные в растворе корневина вот эти шесть черенков хотя вот один черенок там только появился калусь почки в рост не пошли следующие черенки вот 6 черенков центре эти черенки укоренялись без применения какого-то стимулятора то есть просто чистые черенки были вымоченные в воде а затем поставлены на укоренение вот в тот кокосовый торф и с правой стороны черенки нижняя часть которых была вымочена в растворе измельченных ростков картофеля практически нет никакой разницы черенки укоренились на уровне чистых черенков но дополнительно вот два черенка все-таки практически не укоренились то есть у меня получилось здесь 4 черенка которые укоренились более-менее нормально и если взять в целом то корневин дал лучший результат следом чистые черенки и затем черенки которые были обработаны ростками из картофеля то есть судя по всему вот этот стимулятор из ростков картофеля никак не работает и скорее всего даже немножко угнетает наши черенки потому что все побеги вот на этих черенках которые были обработаны вот этой целебной так сказать жидкостью изготовленной из измельченных ростков картофеля все они почему-то немножко отстали в росте то есть даже если предположить что укоренение вот в ростках из картофеля на уровне чистых черенков до никакого нет смысла возиться с этими ростками обламывать проращивать картошку то есть это обычная интернетовская утка рассчитанная скорее всего что на каких-то очень впечатлительных виноградарей которые посчитают что вот так просто не применяя никакую химию можно взять и укоренить черенки винограда и по результатам этого опыта я делаю вполне определенный вывод никаким не целебным не стимулирующим свойством вот этот раствор изготовленный из измельченных ростков картофеля не обладает и даже как мне кажется только ухудшает и укоренение и рост побегов если вас не устраивает по какой-то причине химический препарат например тот же корневин то лучше ничего не применяйте и попробуйте укоренить без ничего но как говорит мой опыт обязательным условием особенно незнакомых черенков все-таки будет применение какого-нибудь стимулятора ну как я уже говорил надежного стимулятора тогда вы можете понять как укореняются ваши черенки и в следующий раз может быть не будете уже его применять ну а пока что придется попробовать потому что особенно новинки никто не знает как они укореняются и возможно просто вы потеряете все черенки а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока